Красавчики мои хорошенькие птичечки. Когда нам показали ребенка, и он пришел, обнял жену, вернее, как в 3 годика ей было, сказала, мама, потом пришла, обняла меня за шею и не отпускает. Давай, сделай колеса. Ох, молодец. А еще раз. У меня слезы текли, я не могу успокоиться. Ну, не знаю, может, даже в этом любом я и провела с первого дня. Вероника воспитывалась 8,5 лет. Она никого не знает, кроме нас. Больше родных никаких нет, кроме нас. Вероника, давай. Даша жила 2,5 года и две последние девочки 1,5 года. А я танцую. Вот в этой комнате жили наши девочки. Здесь, на этой кровати, спали две Вероники. Гуренчик Вероника и Лукушеевич Вероника. Здесь спала Даша, кровать выдвигается. И с этой стороны, вот еще одна у нас кроватка, здесь спала Ермоленко Настя. Дети уже пошли в школу. Мы решили съездить, закупиться. Самый оптимальный вариант был съездить на Украину. Ну, доверили своих детей, своим взрослым детям, сыну, дочке, племяннице, учиться техниками. Мы ее сюда пригласили, чтобы она жила с детьми. Дети все были под присмотром. Было все продумано. Мы постоянно держали связь по телефону с детьми. Поездку планировали мы буквально на 3-4 дня. Но так получилось, что заболела жена там. И мы не смогли приехать раньше назначенного времени. Я пошел посмотреть, что творится по хозяйству. Когда я пришел, дверь уже была открыта. В доме была куча народу. Дети плачут. Тут милиционер стоит. С отдела образования. Говорят, мы забираем ваших детей, потому что у вас нету сейчас на данный момент родителей. Почему вы забираете? Вроде бы все в парад. Конечно, досмотрим и посмотрим. Я вот за ними смотрю. Утром там за ними сестра моя вторая смотрит. Нет и все. Мы вот должны забрать детей и все. Ну, дети тут плачут тоже. Тут даже им давали успокоительные препараты. Плачут, молят. Не забирайте нас. Все о нас с холодным таким взглядом. Как будто бы, я не знаю, какие-то котята или тумбочки. Ну, их что? То, их вывели просто и посадили в машину и все. Когда мы вернулись, мы с женой поехали в отдел образования. Там уже все документы были подготовлены на мое увольнение с должности приемного родителя. 14 дней дети находились в больнице. Не ходили в школу. Потом детей определили в другие приемные семьи. Так, вот школа. Если раньше я мог свободно заходить в школу, как приемные родители, когда детей навещать, то сейчас мне запрещают заходить в школу. Я неоднократно хотел узнать, почему это все делается, на каком основании, зачем детей так травмировать. Это же тоже жестоко так забрать детей и не давать мне в шанс. Я что, плохо что-то им желаю? Или что-то их настраивать против школы? Мы говорим об этом и опять возвращаемся к детям. Ну да потом доделать. Зачем так жестоко все это возвращаться? Мы опять возвращаемся к тому же. Пускай даже изобрали. Вопрос решается. Я буду настаивать добиваться, чтобы детей назад вернуть. Но зачем сейчас так жестоко относиться к детям, травмировать? Вы знаете, что вы прежде всего начните еще и сами с себя. И подумайте о том, что вы добиваетесь своей цели, всего ряда причин каких-то. Но вы подумайте прежде всего о самих же этих детях. Неужели взрослые не понимают, Анжела Михайловна, что мы очень сильно любим маму? Что зачем нас забрали? Я у мамы с трех лет и хочу быть всегда рядом с мамой. Помогите нам, пожалуйста. Ну у меня есть мои друзья, у которых есть дочка, которая с детского садика дружит с моей Вероникой. Они вместе ходят в школу. И мне только есть возможность встретиться и расспросить, как на сегодняшний день дела у моих остальных детей. Что там нового? И Даша тоже говорит, что домой хочет. И Даша хочет. И вторая Вероника, Лукашевич. Все хотят домой. Скажешь им привет от нас, что мы тоже их любим, ждем. Может скоро суды все пройдут и мы их соберем назад. Я уехал для детей, купить им вещи, выполняя свои обязанности. Я не считаю это прогулами и отстаиваю свою позицию, что меня уволили незаконно. Может быть все-таки в интересах детей и не стоит их. Может несколько лет пройдет и начнут общаться они и сияют желание с вами быть. Но сегодня, в этой ситуации, не касаемо, что это обостряется психологическое, внутреннее стоящее детей. Субтитры подогнал «Симон»